Нейролингвистика 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 которая позволяет картировать, как это говорится в специальной литературе, то есть фиксировать то, что происходит в мозгу онлайн, то есть, строго говоря, снимать не фотографии, а кино, процессы во время разных когнитивных процедур, то есть когда человек что-то читает или вспоминает, или рассматривает какие-то объекты, или решает какую-то задачу, вот мы можем одновременно с этим фиксировать то, что происходит у него в мозгу. Это очень дорогая аппаратура, тем не менее она есть. Лучший из них это, например, функциональный магнитный резонанс, когда фиксируется, или это позитронно-эмиссионная томография, ну и так далее. В общем, короче говоря, есть разные виды томографии и еще много разных способов, с помощью которых мы можем фиксировать, что происходит у человека в мозгу, никак не нарушая эту деятельность, понимаете, никто не внедряется в этот мозг, можно мозг фиксировать у младенца, у старушки, у здорового, у больного, что бы этот человек ни делал. Вот такие методы сейчас есть. Кроме того, есть компьютерные программы, которые позволяют очень тонкую обработку этих данных осуществлять. Ну и, наконец, в последнее время появились программы, по которым мы можем смотреть, как во время вот такой вот деятельности процессы текут по мозгу, с чего начинается, с какой точки или области в мозгу начинается обработка, что будет следующим, что будет следующим. То есть, на самом деле, именно кино, процесс, как это идет. Ну, скажем, сначала осуществляется обработка синтаксиса или семантики, то есть смыслом или структурой. Ну, например, вот я говорю. Короче говоря, мне кажется, что вот на мой взгляд, я бы выбрала две линии, отвечая на вопрос, какие успехи самые главные. Первое – это то, что получается с такой аппаратурой. И второе – это когда лингвистика соединяется с генетикой. Потому что генетика сейчас очень развитая область. Как известно, расшифрован геном человека. И возможно делать индивидуальные геномы, расшифровку индивидуальных геномов. Собственно, это и раньше, возможно, было сделать такое, очень дорого стоило. Расшифровка первого генома стоила миллион долларов. А сейчас, вот в ближайшее время, буквально в этом году, цена расшифровки индивидуального генома будет стоить тысячу долларов. Тысяча долларов – это фактически каждый человек может себе позволить. Это примерно цена сложного анализа крови. И таким образом каждый человек получает возможность иметь геном свой, где будет обозначено, какие медицинские опасности у него есть. А значит, зачем он должен вовремя начать следить. И если у него наследственные заболевания, и, соответственно, нужно думать, когда речь пойдет о детях, как с этим обходиться. Я не имею в виду, что не иметь детей, а я имею в виду следить за этим. Ну, информировать, значит, вооружение, как мы знаем. Вот эту информацию сейчас можно получать. А мы знаем, что есть заболевания генетические, которые влекутся собой нарушение языка. Поэтому я говорю не вообще о какой-то генетике, а о той генетике, которая имеет отношение к языку и речи. Есть генетические нарушения, которые могут вызвать проблемы с чтением и письмом. Это то, что называется дислексия и дисграфия. Огромная проблема в мире. В мире десятки миллионов людей имеют проблемы с чтением и письмом. Есть генетические нарушения, которые влияют на память. Короче говоря, это очень ценная информация. И, разумеется, хорошо, когда человек может ее знать. Поэтому, хотя генетика, на первый взгляд, вроде бы к лингвистике никакого отношения не имеет, но сейчас это уже не так. Это традиционно так было. Это были как бы далеко отстоящие друг от друга такие области. Но сейчас не так. Вот, поэтому я бы сказала в заключении, что вот модная ныне, опять же, в хорошем смысле слово модная, линия на конвергенцию наук, то есть на проникновение отдельных областей знаний друг в друга, на образование вот таких вот комплексных наук, когда вместе работают и генетик, и математик, и врач, и нейрофизиолог, и лингвист, и психолог. Вот это в 21 веке так работают. Особенно с такими сложными областями, как язык и мозг. Сложнее-то вообще ничего нет. И поэтому мы не можем рассчитывать на то, что с такой сверхсложной задачей может справиться специалист из какой-то одной области. То есть в идеале мы должны воспитывать, выращивать, образовывать людей, которые имеют некоторое количество знаний во всех этих областях. Собственно, этим мы и занимаемся. Вот мы открыли магистратуру по когнитивным исследованиям в Смольном институте на факультете свободных искусств и наук, где студентам как раз и преподаются сразу все эти дисциплины. И это очень редкое такое дело. Я одно могу сказать, мы преподающие люди, мы им завидуем очень, потому что нас никто так никогда не учил. Каждый из нас должен был эти знания каким-то неведомым образом сам собирать. А они приходят и учат и психологи, и физики, и математики, и биологи, и лингвисты. То есть они получают знания, которые и должен такой специалист получать в 21 веке. Поэтому мы вообще гордимся такими программами. И повторяю, сами завидуем людям, которые имеют возможность такое образование получить, потому что мы его не получаем.